Вот, по крайней мере, до 91-го года, вот это наша общая история. После 90-го мы пытаемся представить историю Украины по-другому, но не получится. Это родовое древо трёх братских народов академик Толочка показывает и объясняет всем словно букварь. В основании 12-13 восточнославянских племён, которые фигурируют в летописи. Именно из них затем сложился единый ствол истории – Древняя Русь. А со временем появились и три могучие ветви – Россия, Белоруссия и Украина. Вычеркнуть это из нашей общей истории просто невозможно. Хотел бы вручить вам в качестве небольшого подарка вот такую гравюру 18-го века. Это французская королева Анна Ярославовна, рождённая в Киеве. Свой юбилей, 80 лет и презентацию новой книги Пётр Толочка решил провести в Москве не случайно. На родине его научные труды вызывают резко неприятие украинских националистов, которые всеми способами сегодня стремятся переписать историю. В России всё наоборот. Труды украинского историка уже давно вошли в Золотой фонд. Этот коллективный труд заслуживает особого внимания уже потому, что народ Украины предстаёт на его страницах не в навязанном ему образе жертвы, а как народ-созидатель, соавтор достижений России. Конечно, сегодня историкам Украины, настоящим историкам, по понятным причинам, трудно публиковаться в своей стране. Поэтому монография Петра Петровича вышла у нас в России при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества». История Украины с VI по XXI век. 472 страницы, 17 глав. От славянских времён до событий на Майдане. Эта книга – объективная история, где авторы не обошли ни одного острого угла. Каждый этап истории подкреплён документальными материалами и показана неразрывная связь наших народов. Ещё Василий Осипович Ключевский сказал о том, что для каждого историка каждая книга, каждая новая книга – это новый ребёнок. Вот у него появился новый ребёнок. Это история Украины, новый обобщающий труд по истории Украины, который написан украинскими историками. Он показывает о том, что наука на Украине, несмотря на все политические инсинуации, вот это вот идеологическое давление, которое сейчас происходит, она жива. Именно Толочка фактически возродил археологию на Украине, установил возраст Киева и окончательно доказал, что в то время это был богатый и сильный город, превосходящий в развитии многие европейские столицы. Это печать князя, которая связывает Киев и Новгород, и северо-восточные, и западные русские земли. Печать Владимира Мономаха, найденная в Новгороде. Вот замечательное изображение. Владимир Мономах – одна из тех фигур, которая символизирует единство Руси. Говорили на заседании и об итогах конкурса. В этом году Российское историческое общество и Фонд истории Отечества поддержат в общей сложности 64 проекта. Документальные и художественно-исторические фильмы, выставки, издания книг и археологические экспедиции с привлечением молодежи. Хороший разброс и по тематике, она соответствует приоритетам российского исторического общества. Это и продолжающиеся столетия Великой Российской революции, Гражданской войны. Это 200-летие Александра Второго, Маркса и Ивана Тургенева, они одногодки. Региональный разброс обращает на себя внимание, что проекты поддержаны из самых разных регионов нашей страны. Это и Алтайский край, Новосибирск, Архангельск, Ярославская область, Рыбинск, Тверь, Новгород, экспедиция в Пскове. Отныне для всех желающих доступны и редкие документы из архивов. При поддержке общества и фонда в интернете заработал историко-документальный просветительский портал. Там размещаются документы подлинные и в форме ПДФ, и в адаптированной форме, из которой можно брать цитаты, делать копии и так далее. Это замечательное начинание, которое позволит нашему читателю непосредственно работать с теми документами, с которыми обычно имеет дело историк в архиве. В ближайшее время Российское историческое общество представит новый сборник. Двухтомное издание будет посвящено четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Служба информации Российского исторического общества.